Для большого левого пальца. Тренировки, организованные школой скандинавской ходьбы Сканди Карьела совместно с Федерацией спорта слепых, только начинаются. Есть много моментов, которые необходимо показать каждому новичку. К примеру, как правильно надеть палки. Хорошо, что к спортсменам присоединяются их родственники и сами тренируются и помогают главным участникам занятий правильно выполнять движения. Конечно, для меня это был вызов в любом случае. Когда у людей есть особенности в здоровье, и эти особенности нужно учитывать и подобрать такие упражнения, и так сказать, чтобы это было понятно, услышано и можно было воплотить в жизнь. Сила слова тренера, она должна быть максимально, стопроцентной. То есть я должна сказать такими словами и так четко, чтобы человек меня услышал. Помним сразу, если что, сразу на них опирайтесь, чтобы не упасть. Трость для незрячих при ходьбе направлена вперед, чтобы прощупывать дорогу. Скандинавские палки обращены назад, и в этом могла быть определенная трудность. На этой тренировке никто сложности не испытал. Используя специальные техники, можно ходить свободно. Главное, чтобы тебя направляли. Идея таких занятий принадлежит Карельской Федерации спорта слепых. В этом году организация выиграла президентский грант. На эти средства и начали проводить тренировки. Очень даже душевно. Молодеешь, можно сказать, так. Ощущение такое после занятия. Со мной супруга, дочка. То есть Олег у нас, Орлов тоже ходит с супругой. Юрий Алексеевич Тихомиров тоже пришел с супругой. Как ощущения от занятия? Бесподобно. То есть я даже не думал, что это так затягивает и так интересно заниматься вот этим. На первом занятии участников было пятеро. Сейчас спортсменов стало больше. Тренер Елена Есина считает все дело в скандинавской ходьбе. Она не может не нравиться, потому что дается легко. Юлия Кучеренко, Алексей Миронов, Служба новостей.